ЧЕРКЕСКАЯ В студии с вестями Республики Рита Нерова. Здравствуйте. Коротко о некоторых темах. Более 220 тысяч жителей Республики привились от COVID-19. Победители оригинальных этапов всероссийских конкурсов «Учитель года России» и «Воспитатель года» принимают участие во Всероссийском форуме молодых педагогов. В Архизе проходит мастерская национального гостеприимства, и тэквондисты Карачао-Черкеси пополнили оригинальную копилку наград пятью медалями различного достоинства. Далее подробно об этих и других событиях. На поддержку малого и среднего бизнеса в Северокавказском федеральном округе направят более 1 миллиарда рублей, сообщил председатель правительства страны Михаил Мишустин. На прошлой неделе президент в ходе совещания по экономическим вопросам отметил необходимость увеличить возможности бизнеса в нынешних условиях. Правительство продолжает эту работу и сегодня. Принято решение по малым и средним компаниям Северокавказского федерального округа. Правительство дополнительно направит свыше 1 миллиарда рублей на оказание им кредитно-гарантийной поддержки. За счет этого в ближайшие 4 года предприятия смогут получить почти 14 миллиардов рублей, воспользоваться банковскими продуктами, оформить займы, в том числе льготные для развития дела и на текущие нужды. Председатель правительства республики Мурат Аргунова знакомился с ходом работ на социально значимых объектах в Карачавском городском округе. Его сопровождали вице-премьеры Евгения Горденко и Ирина Гербекова, сенатора страны Ахмад Салпагаров, министр здравоохранения Карачаевский Кейсик Азим Шаманов и исполняющий обязанности мэра Карачавского городского округа Марат Урусов. Рабочая группа посетила новую поликлинику, где строительные работы вышли на финишную прямую. Здесь уже завершена внутренняя отделка помещений, подведены все коммуникации. В ближайшее время новую поликлинику на 350 посещений в смену планируют ввести в эксплуатацию. Пунктами осмотра стали и объекты в Тиберде. В частности, ознакомились с ходом работ в школе номер 2 Тиберды. Здесь уже завершены демонтажные работы. В здании будут заменены окна, полы и двери, а также обновлены системы отопления, вентиляции, канализации, водоснабжения и пожаротушения. Официальные лица осмотрели также Тибердинскую участковую больницу в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. В нынешнем году здесь было запланировано начать ремонт части объекта. Однако в ходе осмотра была выявлена необходимость в капитальном ремонте всего здания. Кроме того, рабочая группа побывала в Донбай, где осмотрела участок земли под строительство новой большой амбулатории, которая будет включать рентгеновские и травматологические кабинеты. В юбилейный год столетия Карачаева-Черкесия автопарк «Черкеска» пополнился 20 новыми пассажирскими современными автобусами марки «Вектор-Некст». Автобусы уже вышли на маршруты. Важная деталь – они являются новым поколением общественного транспорта, изготовленного на российских предприятиях группой «Газ» с локализацией производства на территории страны. Пассажирский автопарк столицы республики столь масштабно обновляется впервые с 2010 года. Теперь более половины городских автобусов заменены на новые. Данный транспорт вмещает 52 человека, из них 20 – посадочные места. Они отличаются высоким уровнем комфорта салона и, самое главное, снабжены системой доступности для маломобильных граждан. Транспорт оборудован всем необходимым для обеспечения безопасности и качественного обслуживания пассажиров, глонасс GPS-навигацией, тахографом, тонировкой стекол, кондиционером, видеорегистратором и т.д. Программа по обновлению автопарков будет реализована на территории всей республики. Следующий этап – Карачаевский Узджикута. 220 450 жителей республики привились от COVID-19, что составляет около 76,5% от плана по иммунизации. По итогам прошлой недели Карачаевский Узджикута заняла второе место в России по удельному темпу вакцинации в сутки на 100 тысяч населения. По поручению руководства республиканской столицы назначено комплексное обследование технического состояния крыши лицея номер 15. Ранее стало известно о том, что в образовательном учреждении протекает мягкая кровля. Информацию комментирует начальник управления ЖКХ мэрии Черкесска Сергей Елисеев. Поступила жалоба с 15-го лицея по поводу протечки крыши. Сотрудники управления ЖКХ выезжали на данную школу. Была зафиксирована действительно протечка. В настоящее время у нас рассчитываются пути решения этой проблемы. Этот запрос берем в работу. В ближайшее время определимся с методом, как мы будем этот вопрос решать и устроить. По срокам более точно мы сможем определиться после уже обследования кровли специалистами. По инициативе руководителя региона в год столетия республики прошла специальная акция. Многодетным и малообеспеченным семьям раздали 2000 саженцев фруктовых деревьев. Акция приурочена и ко дню семьи. Саженцы предоставила компания сады Карачаева Черкесии. В прокуратуре республики составилось заседание постанов действующей межведомственной рабочей группы по профилактике преступлений, совершенных несовершеннолетними и в их отношении. Обсуждены и вопросы, связанные с состоянием законности при обеспечении жилыми помещениями детей, оставшихся без родительского попечения. Отмечено, что причиной несвоевременного обеспечения детей и сирот жилыми помещениями являются недостаточные бюджетные финансирования, ненадлежащие исполнения обязанностей должностными лицами уполномоченных органов власти республики. Благодаря прокурорскому вмешательству в прошлом и текущем годах выявлено более 100 нарушений закона в данной сфере. В целях их устранения внесено 5 представлений. В суды предъявлено 34 исковых заявления о предоставлении жилья гражданам указанной категории. Как мы уже сообщали, замена четырех светофорных объектов запланирована в текущем году в Ресвуликанском центре. Новые светофоры взамен старых появятся на пересечении улицы Демиденко-Крупской, Демиденко-Гутякулова, Подгорная, Первая Подгорная и Гражданская-Балахонова. Всего же за последние два года в Черкесске обновлены 8 светофорных объектов. Обеспечение безопасности дорожного движения в числе приоритетных задач, над которыми в городе регулярно ведется работа. В прошлом году установлено 3000 метров удерживающих пешеходных ограждений на Пятигорском шоссе, где также появилось современное светодиодное освещение. В текущем году новые фонари появятся на двух участках улицы Гутякулова от Демиденко до Октябрьской и от Демиденко до Крайней. На проспекте Ленина от Доватора до Космонавтов и улицы Октябрьской от Гутякулова до Свободы. Арендатор устроил свалку на площади 18 тысяч квадратных метров на плодородных землях Карачаева-Черкесии, комментирует заместитель начальника отдела Государственного земельного надзора Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора Светлана Никулина. Северокавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора выявлена несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов на площади около 18 тысяч квадратных метров в ауле Адыге-Хабль. Нарушение было установлено в ходе выездного обследования земельного участка сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования подскотоводства. На всей территории участка складировали мусор и отходы. Арендатору земельного участка местному жителю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено привести земельный участок в состояние пригодное для его дальнейшего использования в сельхозпроизводстве. Минпросвещение России рекомендует в этом году российским школам проводить последние звонки очно, сообщил руководитель ведомства Сергей Кравцов. По его словам, там, где обстоятельства того требуют, а именно из-за ситуации с ограничениями по коронавирусу, могут звонки проходить чуть раньше. А так Минпросвещение страны рекомендовало проведение выпускного вечера 25 июня. Победители оригинальных этапов всероссийских конкурсов «Учитель года России-2022» и «Воспитатель года» принимают участие во Всероссийском форуме молодых педагогов. Педагог – профессия, призвание, искусство. Мероприятие проходит в Гатчине Ленинградской области. Крачево-Черкесию представляют победители оригинального этапа всероссийских конкурсов «Учитель года России-2022» Лариса Матунова и «Воспитатель года России-2022» Татьяна Якупова. Форум проводится с целью формирования единого образовательного пространства для обмена педагогическим опытом, стимулирования к поиску новых форм обучения, развития профессиональных компетенций, творческого и интеллектуального потенциала, а также профессиональной реабилизации, укрепления гражданской позиции и чувства патриотизма молодых педагогов. 18 мая в Карачаево-Черкесии состоится республиканский конкурс «День стригалей», посвященный столетию региона. Мероприятие пройдет в Хасаут греческом Зеленчукского района на базе племь репродуктора «Магнат». Запланирована и концертная программа с участием творческих коллективов в Карачаево-Черкесии. Как мы же сообщали, военные песни на языках народа в республике прозвучат в рамках проекта «Фронт оф. Жизнь за пределами войны». Принять участие в нем смогут дети от 12 до 16 лет. Конкурс продлится до 1 июня текущего года, рассказывает начальник информационного отдела государственной филармонии республики Динара Карданова. В конкурсе могут принять участие школьники и молодежь в 12-16 лет. Они должны перевести одну из военных песен, кроме «Темной ночи» и «День победы» на один из четырех субъектов образующих языков Карачаево-Черкесской республики, Карачаевский, Черкесский, Абазинский или Ногайский и направить текст на электронную почту. Эти две песни будут переведены нами и они будут завершающими песнями концерта. Их будут петь на всех пяти субъектах образующих языках. В результате конкурса будут выявлены 8 победителей, которые смогут принять участие в завершающем концерте проекта и спеть в дуэте с популярными артистами Карачаево-Черкесской республики и солистами государственной филармонии. Конкурс уже объявлен, проводится с 14 апреля до 1 июня. Результаты конкурса будут объявлены на официальном сайте государственной филармонии. В рамках оздоровительной кампании для учащихся общеобразовательных учреждений республики организовали отдых в горах. На базе трех загородных оздоровительных лагерей поселка Домбай, Гранд Виктория, Селена и Адель отдохнули 180 школьников из Карачаевского, Ногайского муниципальных образований и Карачаевска. В ставших уже традиционными поездках, как правило, принимают участие дети из малообеспеченных семей, победители и призеры различных конкурсов и олимпиад. В Архызе проходит мастерская национального гостеприимства, в которой принимают участие более трех десятков человек из разных регионов России. У каждого из них есть свой уникальный проект, направленный на популяризацию традиций, обычаев и обрядов гостеприимства народов, проживающих в стране. Участники вместе с федеральными экспертами в сфере межнациональных отношений, этнографами и представителями сферы гостеприимства доработают свои проекты, научатся взаимодействовать с партнерами и находить ресурсы для реализации проекта, а также прокачают личные навыки и знания в сфере межнационального сотрудничества и некоммерческих организаций. Ну и в завершении информационного выпуска новости спорта. Тэквондисты из Карачао-Черкесии стали призерами всероссийских соревнований. Пять медалей завоевали наши спортсмены на прошедших в Рязани всероссийских состязаниях. Так, среди 1200 участников на Кубке Рязанского Кремля спортсмены показали следующие результаты. Милана Кисаева и Илья Ахмедова завоевали серебряные медали. Малику Хунову, Кириллу Половину и Ксении Макатеровой досталась бронза. Прошедшие соревнования стали репетиции перед первенством России среди юношей и девушек 12-14 лет. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра сегодня по Карачао-Черкесии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти 4-9 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В горах местами плюс 11-16 и выше 3000 метров лавина опасна. В Черкесске слабый дождь, ветер южной четверти 4-9 метров в секунду, столбик термометра поднимется до отметки плюс 23. Таковы наиболее заметные события Республики. Информационный выпуск провела Рита Нирова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова